На сборном пункте в Рузаевке будущих бойцов переодели перед отправкой в Солдатское. Из домашнего у них разве что воспоминания о маминых пирожках и папиных советах. Часть специально отобранных выпускников идущего в УЗа Мордовии будет служить в научных ротах. Туда призывников отбирают даже строже, чем при поступлении в УЗ. Заканчивал я факультет математики и информационных технологий. За спиной у меня уже бакалавриат и магистратура. И моя научная деятельность была связана с поисковой оптимизацией. И в этом плане я развивал свои навыки и также писал научные статьи. Я сам захотел. Естественно, я подавал заявку. Там сразу спрашивали, какова моя деятельность была научная, какие у меня были работы, какие успехи. Спрашивали, конечно же, и про средний балл, и про в целом мое отношение к армии. В научных ротах призывники не только изучают боевую и политическую обстановку, но и занимаются наукой. Проводят исследования, разрабатывают новые технологии, материалы и технику. В общем, несут инновации вооруженным силам. Они будут проходить срочную службу, заниматься декомпозиционными задачами в рамках каких-то глобальных проектов, которые потом компилируются в одну серьезную задачу. Будут взаимодействовать с крупными предприятиями, таким как Русатом, Сухой, Калашников. Условия проживания созданы очень хорошие, двухместные номера, первые линии Черного моря. Все условия для плодотворной работы, научной деятельности. Всего этой осенью Мордовия отправят в войска 600 человек. Большинство станут служить в сухопутных войсках. Значительная часть отправилась в воздушно-космические силы и ВДВ, а также в Росгвардию. По мнению военного комиссара, уровень здоровья призывников в регионе высокий. Сегодня у нас отправляются ребята в южном направлении, в том числе и уходят ребята в две научные роты. Всего уходит 19 человек. Из них 4 человека – это научные роты, и остальные – это учебный центр, Краснодарский учебный центр, где, в принципе, тоже необходима соответствующая подготовка ребятам для того, чтобы уже там проходить подготовку и проходить службу. Лишь небольшой процент юношей имеют ограничения по состоянию здоровья и не могут быть направлены в части постоянной дислокации. При этом молодые люди, которые имеют право на отсрочку или освобождение, но хотят пройти военную службу, могут написать соответствующее заявление. Его учтет призывная комиссия. Юля Парунова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова